Михаил, почему вы за декриминализацию тяжелых наркотиков, а не за полную легализацию, в том числе их производство? Запрещать все это можно только в контрактной юрисдикции, иначе ваша позиция кажется не либертарианской. Запрещение изготовления наркотиков привело к тем ужасам, которые мы видим в Москве, в Мексике. Надеюсь на ваш конструктивный подход. Вот, смотрите, есть, я об этом много тоже рассказываю, у себя на канале есть философия, есть политика, это немножко разные вещи. С философской точки зрения, разумеется, вы правы, и это причина, почему я развожу там минархизм и анархокапитализм, да, потому что анархокапитализм – это наша идеология, и она должна быть регулистичной, и она действительно требует полной легализации. И есть практика того, что мы можем себе позволить в тех или иных условиях, в которых мы поставили. Условия есть как общественное мнение политическое, так и некоторая реальность данная в ощущениях. И вот то, что Вата описал, что будем делать, если появится какой-то супернаркотик, который будет превращать людей в философских зомби, это противоречит идеологии. Это не либертарианский ответ, но так или иначе, либертарианство существует не для того, оно всесильное не потому, что оно верно, как марксизм, оно существует, чтобы обслуживать интересы человека. И это очень принципиальная мысль, которую я постоянно повторяю. И если Вата думал, что я выступаю с этических позиций, то Вата глубоко ошибался, это просто не так. Не ожидали. Ну это странно, я невнимательно слушал. Я являюсь либертарианством, потому что я считаю, что именно этот подход, подход критики государства, подход его минимизации является наиболее выгодным для того, чтобы обслуживать интересы человека. Если это в какой-то момент станет не так, то ваша моральная позиция, то, что вы сидите на высоком холме и говорите «это добро, это зло», никого интересовать не будет, потому что для того, чтобы приводить какие-то изменения к лучшему в жизнь, вам нужно обладать силовым консенсусом, то, о чем я говорил вчера на стриме с маргиналом. И для того, чтобы в это положение попасть, нужно разговаривать со страхами людей, нужно разговаривать с их чаяниями, нужно понимать, почему они придерживаются тех воззрений, а не иных воззрений, и с этим работать, работать с общественным запросом, это то, что я пытаюсь делать. И общественный запрос сегодня очень конкретный. Люди боятся наркотиков, они совершенно заслуженно боятся наркотиков, и людей нужно каким-то образом успокоить. Им нужно объяснить, что ты не хочешь там всех подсадить на героин. Им нужно объяснить, как им разрешить ту проблему, реальную проблему эпидемии наркомании. То, о чем мы сегодня говорили с лата-админом. Моя основная критика, и я прошу прощения, что такой длинный ответ, я постоянно на своем канале акцентирую внимание, что я политический либертарианец, но культурный я на самом деле консерватор. И я считаю проблему наркомании очень серьезной. Я не пускаю наркоманов, тем более зависимых в свою жизнь, ни в какой форме, потому что они представляют для меня опасность, мне не хочется с этим ассоциироваться. Но единственное реальное решение этой проблемы – это декриминализация. Запретительная политика просто не работает. Готов подебатировать с этим с кем угодно. Нет, единственное, что я думаю, мы с Михаилом точно согласимся – сегодняшняя наша замечательная работа по полиции, работа полиции по борьбе с наркотиками, когда любому можно подкинуть что угодно, где угодно, кому угодно. Это позор, с которым нужно хоть что-то делать. Дело Ивана Голунова, оно в данном случае просто высветило проблему, которая, конечно, гигантская, глобальная, народная статья, как известно. Это проблема не только в России, это проблема также и в США, это проблема также и в Великобритании. Это правда, но все-таки там не существует такого, что любой мент буквально может любому подкинуть просто по собственному желанию. Там не существует… Да, у нас есть проблема с полицией, но проблема наркомании у нас общая, и она не решается запретительной политикой, и мой тейк в этом. В Сингапуре она решается. Сингапур уникален по двум причинам. Ну, во-первых, это все-таки карликовое государство, там немножко проще работать. Во-вторых, это страна, которая не столкнулась с эпидемией наркомании еще. Мы сейчас работаем в условиях, где мы уже столкнулись с эпидемией наркомании, где уже существуют те сверхприбыли, о которых мы говорим. Ну, хорошо, может быть, наверное, про это стоит поговорить, подумать точнее. Да, вот Маргинал любит проводить пример, что в Северной Америке там был какой-то кактус, который давал наркотический эффект. Вот эти самые северные американцы, они все тысячи лет так и оставались, значит, примитивной. Ой, ну это, слушай, это альтернативная история, давай не будем все обсуждать. Да, но это шутки-шутки. Основная разница. Есть страны, действительно, где запретительная политика работает гораздо эффективнее, чем она работает в России и Соединенных Штатах, но это страны, которые еще не столкнулись с эпидемией наркомании. Мы находимся в другом положении. Мы находимся в положении, где сверхприбыли у наркомании уже существуют, где эпидемия наркомании уже существует. Это условия, которые диктуют, требуют другого решения. Ну, опять же, понимаете, вот в чем здесь отличие, да, я не готов говорить об этой теме, то есть, наверняка на этот счет существует огромное количество исследований, в частности, исследований, которые касаются португальского кейса. Да, и чтобы хоть как-то там грамотно это обсуждать, ну, мне, по крайней мере, да, нужно, вот, я не умею, дело даже не в этом, я боюсь. Русский интеллигент боится что-либо утверждать. Да, 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 я боюсь действительно это утверждать, вот не посмотрев, не разобравшись в этой теме подробно. Мне не кажется, что декриминализация является единственным возможным выходом, но я здесь ничего не могу утверждать. Смотрел статский советник Михалкова Латвия Акунина по книжке Акунина? Да, да. Вот он там в конце говорит, что, значит, вы, Фондорин, можете либо пойти со мной, ну, вот герой Михалкова, князь Пожарский, который там главный, значит, оказывается подлец, который, значит, организовал террористические акты, да, чтобы самому продвинуться и уничтожить там всяких, значит, неинтересных людей. Вы можете пойти либо со мной, значит, либо против меня, вот. А он говорит, нет, я, пожалуй, значит, останусь, вот. Типичный, значит, интеллигентский подход, а потом он едет, значит, куда-то там, значит, на какую-то квартиру, где взрывается вместе с этим самым террористом. Так что, как говорит фильм Михалкова, такой подход оказался эффективнее, а я Михалкову доверяю полной мере. Ужас какой. Смотрите, вот эта вот нерешительность интеллигентская, это как раз причина, почему победили большевики. Ну, с этим я тоже согласен. Поэтому тут еще нужно поспорить, что страшнее самому погибнуть и самому платить за свои ошибки, либо страну отпустить на произвол тех, кто, ну, принимает решение, но не рефлексирует. Наверное, наверное. Это тоже, но политика – это искусство принятия решений. И когда вы слушаете, смотрите, опять же, ну, Ватас, он сейчас не будет об этом спорить, потому что вот он не любит, обходит такие темы стороной, но... Если вы не будете принимать решений, решение будет принимать кто-то за вас. И это единственный выбор, который перед вами стоит. У вас нет выбора отстраниться и размышлять. Размышлять необходимо, необходимо принимать решения. В противном случае решения будут, так или иначе, будут приняты. Я единственное, с чем могу согласиться, действительно, бывают такие ситуации, когда оставаться в стороне, наверное, ну, аморально. И опять же, если мы возвращаемся к тем же большевикам, да, конечно, если бы в 18-м году там люди, ну, более-менее приличные, не отсиживали себя своим, значит, квартиром, сколько там было десятков тысяч офицеров только в Москве, я уже не помню. Да речь не только об офицерах. Да и, ну, нет, ну, просто офицер, ну, как бы это военный профессионал, естественно. Если бы они все восстали, что бы осталось от этих самых большевиков? Ничего. Вот, действительно, бывают такие ситуации. Другое дело, что я не уверен, что нужно распространять такие ситуации на все время. Ну, проблема наркомании – это то, что требует решения. И вот в данном случае я точно готов утверждать, что решения, которые сегодня используются, это абсолютно деструктивный подход. Я имею в виду... Нет, ну, с тем, что современная российская полиция – это страх и ужас. Я не понимаю, что я произведу. Ну, хорошо, ну, давай, значит, минимальный такой общий момент, что... У нас много общих моментов. Хорошо, хорошо. Здесь можно не согласиться. Окей. Михаил Светов за российскую полицию. Нет, я против российской полиции, но я против криминализации наркотиков в России, потому что это не работает. Окей, окей. С какой-либо полицией не будет работать. У нас есть один старый сообщение. Тюздец, 5.48 а.м.